Добрый день, друзья! Сегодня я хочу вам показать вот такую свою длину. На изобретение не тянет. Это у меня снегоступа. Ну, как видите, склеена из коробки. Немножко давайте расскажу о размерах. Я исходил из того, что лыжи шириной 5 сантиметров, ну, допустим, для округления 2 метра длиной. Соответственно, если мы лыжу делаем метр, то нам надо 10 сантиметров ширина. И, соответственно, если нам полметра лыжа, то, соответственно, 20 сантиметров. Вот тут больше полуметра и чуть-чуть шире, чем 20 сантиметров. Размеры убрался исходя из размеров коробки, чтобы там чик-чик-чик порезало. Вот, дальше. Насколько они будут проваливаться в снег? Ну, примерно так же, как лыжи. То есть, площадь такая же. Если там, допустим, лыжи на 10 сантиметров или там на 20 сантиметров проваливаются, соответственно, и расплощадь такая, что где-то на 20 сантиметров будет и снегоступ уходить. Чтобы уходило меньше, соответственно, надо брать большую площадь. Допустим, взять, если какие-нибудь лыжи охотничьи, там они где-то сантиметров 10 и полтора метра, то вот, считайте, значит, полметровые должно быть 30 сантиметров. Ну, в три раза короче. Ну, лучше там с запасом сделать не полметра, а 60 сантиметров, там 70. Вот тогда будет полноценное. Вообще, если поглядеть, я глядел вчера, какие они есть, там, снегоступы, они какие-то красивые, много такие, брутальные, там, еще что-то. Но, по большому счету, там ничего интересного нет. Все это только так, чешуя. Вот, нужна, то есть, плоскость и это, а там всякие вот эти вот, что они какой-то вот такой формы, это только для красоты. Вот, сейчас мы их привяжем. Так, тут у меня сколько? Четыре слоя, но он такой, как бы, двойной гофрокартон. Вот. Посмотрим, будут ли они проваливаться, нет, сейчас уже началась весна, поэтому снег немножко подтаял, были, оттепели, поэтому, может, он не сильно рыхлый, не совсем эксперимент. Ну, как я уже сказал, по сравнению с лыжами, опять же, лыжа длинная, она прогибается. То есть, здесь, как бы, площадь, она более такая квадратная, более оптимальная, на мой взгляд. Должен меньше даже одинаковой площади с лыжами проваливаться. Опять же, лыжа узенькая, она, как получается, как бы, ну, вот, разрезает. То есть, здесь ширина, и она... То есть, из середины снега уже в бока уходить сложно. Поэтому даже при площади равной лыжам должны держать лучше. Вот. Склеил клеем ПВА. Опять же, если мы их там надо на один раз, то сходили, потом сунули в печку. Если надо многоразовые, мы их просто не заносим в дом. И тогда им, ну, не с чего оцелевать. Если зима, холод, на них снег, он лежит снегом, он, ну, мне кажется, должны довольно долго. Вот. Можно усилить ДВПшечкой. Совсем хотим, опять же, можно гладкой стороной, чтобы скользили. Можно, наоборот, другой, шершавый, чтобы не скользить. Вот сейчас пойду в огород. Надо кое-что. Посмотрим, как проваливается. Ну, возьму камеру, посмотрим. Вот. По креплению. Крепление надо, как у детских лыж. Ну, вот. 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 Крепление надо, как у детских лыж. Крепление надо, как у детских лыж. Крепление надо, как у детей, как у детей. так подведем итог что получилось у нас что не получилось но как видите погнуло их немного погнула во многом знаете из-за чего из-за того что нога болталась они как-то съезжали приходилось ногу ставить наискось получается вот так вот и не вот так площадь была вот так вот то есть нужно укрепление более жесткое чтобы они хорошо нам на ноги сидели вот и ходить будет намного удобнее и вот оно съезжать нибудь ну как видите уже потерлись но не сломались какие следы вы видели то есть проваливается довольно глубоко ну я так и ожидал где-то если бы я ехал на лыжах то примерно такой уже было конечно бы было очень хорошо если носок был загнут чтобы как бы наезжать то есть не поднимать на всю высоту ногу а как будто подминать под себя далее палки очень помогли бы потому что сложно держать равновесие дальше конечно опыт скажем так второй выход в снегоступах вот поэтому то есть непривычка что-то уж как будто и спина заболела но она может не заболеть не от этого этом снежок немножко кидал вот ну тем не менее как-то вот тяжело потому что с ней нет привычки вот это считать скажем так очень удачно эту конструкцию я не могу и вам так не советую а вот скажем если понадобится на дачу зимой выбрать а там допустим не чищено чтобы не чистить пол дня снег а допустим ну надо что-то в этом забрать вот под испичило то за вечер склеить вот такую конструкцию можно не склеивать можно дыроколом пробить дырок или шилом и связать веревкой так вокруг и все и потом порвались там это веревку вытащили а это кинули там печку топить не знаю летом костера разжигать там не знаю перегной сгниет то есть это биоразлагаемый материал вот то есть вот такой еще может быть вариант не склеивать а с хорошим как буду прошить вот это чуть меньше так это тот левый этот правый был получается вот но надо я говорю уже более делать ну так вот пару раз за зиму вылезть вот куда-то в огород вполне вот я слазил то мне надо было какой это это жирко убрать ну просто валялась это сейчас будет таять положил под навес вот ну еще кое-что так что вполне может быть затраты клея дешевого пва немножко ну или какая веревка только и ну опять же если вы больше по площади то есть никто не мешал сделать их скажем вот на просто было брать ну что допустим сзади 10 сантиметров и спереди 5 сантиметров добавить это уже было бы лучше вот ну и как я уже так скажу так анонс есть у меня еще одна идея там несколько вариантов самодельных снегоступов таких выживальческих и возможно я когда сделаю ну вот я гарантировать не могу охота сделать чтобы успеть вот еще испытать по снегу кстати снег и начал подтаивать он такой довольно рыхлый то есть он никак нас там уже вот эти какой-то такой знаете как бы или как из льдинок ну вот то есть такая вот история если по насту идти то наверное может быть и не так даже будет проваливаться но если наст то на сами цеплять будете вот можно из каких-нибудь двп там каракон дорогого картона он у меня в дровах лежит согнутая двп покнув кого скатаная она хоть совсем такой как и почти как картон вот из такого сделать она была я думаю прочнее и вот ну либо какой-то комбинированный вариант можно сделать ну вот такие такая история благодарю за внимание всего доброго